друзья всем привет меня зовут макс а это мой приятель рома сейчас речь пойдет о том как у романа пытались украсть его с киа sorento prime которому три недели даром или три беже то есть рома счастливый обладатель этой машины всего три недели до этого он ездил на x5 м но об этом чуть позже почему он сменил его на этот автомобиль x5 кстати был мой погнали ромать расскажи что произошло вот буквально позавчера с твоим автомобилем как все было от начала до конца я поехал другом кафе посидеть пока он показывал кофе я пойду покурю пока пока ты закажешь хожу курить вижу такую картину стоит сзади моей машины стоит ренджовер это было метров 50 примерно от кафе 50 метров 50 метров от кафе да сзади моей машины ренджовер заведенный и стоит человек сбоку то есть явно смотрит ситуацию осматривает выйду ли я или там выйдет они может не видели меня не видели хозяина не знали не узнали наверно то скорее да то есть я подхожу думал что тут ситуацию минут три курил думал думал притёрли и стоит хозяин они подъехали черканули за черканули ждет хозяина чтобы не уезжать вместо дтп я решил подойти вижу картину значит сидит человек под бампером да я подошел спросил ребят что вы делаете что у тебя какая разница я хозяин машины ничего не делаем мы человек друг из под бампер убегает за то есть один стоит рядом один ковыряется возле рады соответственно смотри стоит твоя машина рядом с ней припарковался черный ренджровер в нем сидит человек за рулем одни один человек сидит на заднем заднем сиденье другой стоит сбоку машины следить за ситуацией то есть палец то есть стоит возле машины просто смотришь на вопрос и третий лазит от он пытается сделать непонятно что но ковыряется а ведь под бампером видимо не поставили заметили меня пытались уже снять но так далеко поставили не смогли то есть соответственно ты подошел он пытается дальше ковырять за поняту говорят я применил все делать право лицом отворачивается он был капюшоне в кепке коричневой куртки и сидит так убедились вот у него а вот кто стоит рядом по сути ему до полица его тоже лицо шаги и волицы люди очень не скепки вот и очень грубо отвечает очень грубо то есть это похоже на нахально что ты хочешь смысл чем ребят под задний бампер сейчас мы покажем как произошло роме закрепили вот такой вот квадратный маячок назовем его так мы его сейчас разберем у нас в офисе посмотрим что там и как он на магните магнит здесь очень крепкий очень сильно так смотрите не хочу царапать машину вот на крыло мы его раз все то есть он не отлетит никуда его даже снять тяжело его закрепляют либо под бампер подарку куда угодно крепит вот такой маячок скорее всего там сим-карта и все прочее сам передача внутри разберем посмотрим сейчас так мы погнали вот магнит которым приклеивают к любой металлической поверхности получается ну где-то подаркой можно приклеить до под локером за локер засунуть под бампер усилителю бампера сейчас мы его разберем интересно зачем покрытие магнит впаян сюда варен может быть вообще он на гриле сюда как-то в сумму в горячем ты его знает или феном впаяли в общем смысл меняет магнит очень мощный сам не отвалится такого рома и говорит что еле вытащил его оттуда так вот она сама эта штука сейчас мы аккуратненько и вынем это все собирал реально спец четыре батареи смотаны вместе произолированы подключены в одну ну конечно спец какой-то электрончик видишь она вскрыта уже даже вот эта термоусадка это просто так ты ее найдешь это необычная термоусадка что мы здесь видим смотри он сейчас спит они отсветятся прикинь светится голубым вот он сигнал дает видел подает сигнал то есть скорее всего запрос идет либо по звонку либо как либо просто показывает что он включен то что он активен нет у них у гонщиков должна быть возможность дать запрос конечно смотри вот она симка мтс вот же прямо значок блин сейчас дать мне какую-нибудь указку видно видно яйцо да видно он это мтс симка впаяна чтобы случайно никуда она там не сдвинулась это как системы поиска даже когда покупаешь это дефайдми и прочее строки да 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 вот он включен да вот он подает сигнал постоянно то есть вот эта штука реально когда стоит вашей машине она сигнализирует о ее местонахождении в любой момент когда людям которые ее прикрепили нужно будет найти ваш автомобиль то есть либо они делают звонок туда я не знаю как точно это происходит и он от сигнал где он находится либо постоянно подает сигнал то есть постоянно дает сигнал о местонахождении автомобиля таким образом могут изучить ваш маршрут например заходите вы каждый день в один и тот же ларек за кофе ну к слову да подъезжаете идете закрываете машину идете за кофе то есть когда вы подъехали например закрыли машину ваш сигнал могут поймать то есть перехватить до перехватить сигнал сигнализации. Пока вы сходили, кофе набрали, вышли, машины уже нет. Так как ее открыли, можно сказать, вашим ключом и выехали. Примерно это выглядит так. Соответственно, если когда вы закрываете автомобиль, с первого раза он не закрылся, либо сигнализации, либо с ключа не закрылся, с кнопки, то скорее всего в этот момент мог быть перехват как раз. Как раз сигнал перехватили. То есть примерно вот система такая. Я не специалист, слава богу, по угонам и по всей этой канительной. Но вот это выглядит примерно так. Точно, 100%. Блин, 99% они приклеили на трубу выхлопную. То есть раньше это была коробка, которая выглядела вот с двух сторон вот так. Абсолютно одинаково. И все, да. То есть вам просто могли ее поставить куда угодно. И она, потому что самое интересное, она была постоянно герметична. В связи с тем, что она поплавилась, вот здесь вот и была, Рома говорит, изолента. Потому что герметизация была нарушена. Короче, приклеили ее на глушак, глушак ее расплавил. Но от этого работа ее не пострадала. Слушай, а мы можем немножко вскрыть вот эту батарейку, посмотреть? А что ты хочешь посмотреть? Нокия они или нет? Я думал, что у меня нет кухи. Да почему? Они просто склеенные батарейки. Это 4 батарейки вместе слепленные. Вон сигнал идет. Смотри, не нажми кнопку никакую случайно. Я кнопку не нажму, не переживай. Я уже в этом бизнесе столько лет работаю, что кнопки не нажимаю. Похоже Нокия. Смотрите, 1300 Ач. Одна батарея. Их 4. Вот для такого жучка 5200. Для такого жука, это чтобы вы понимали, это работает года два. Да ну нет. Я тебе без шуток. Это без подзаряда, без ничего вообще. Так его походу не заряжают. Его, конечно. Его один раз. Поэтому столько много батареек, пацаны. Не надо, не расковыдывай. Подожди, я хочу посмотреть, с чего батарейки. Это просто купленные в радиодеталях. Они все абсолютно идентичные. И кстати, вот эти вот батарейки продаются по коду. В теории, она кстати, одна батарейка 3,7 вольта. Видите? Они если запараллельны, а они не запараллельны. То есть она все равно дает 3,7 вольта. Слушай, офигеть, да? То есть она как бы одноразовая, по факту. Потом ее перебирают. Ее потом в 3 все заряжают, Макс. А, так может быть они подключаются где-то вот здесь к этим 2 проводам и все 4 одновременно заряжаются. Ну я думаю, что здесь все просто. Я думаю, что это у ребят спросить. Может кто-то, кто разбирается в схемах. Парни, если кто-то знает конкретно, как это все работает, напишите под видео. Будет нам очень интересно. Рома уехал с этого места. А, держи. Куда ты поехал дальше? Я поехал на сервис. Мы поехали с другом, чтобы было понимание. Мы машину осматривали час, не могли найти. Он ровно под... Это уже называется усилитель бампера, да? Пойдем посмотрим, да. Вот за бампером находится усилитель бампера, да? И он на нем стоял сверху. То есть они просунули руку и сверху поставили на саму железную... На саму железную усилитель. На саму железную усилитель. Но они его, видимо, они очень это быстро делали, что он очень плохо закрепился. Но как при моей езде, то есть я проехал километров 10, он не упал. Он там, знаешь, как делал? Он получается на ребро закрепился, но он очень легко, и я его... Причем с одним движением легко снял. Когда он уже нащупал, ты имеешь в виду? Да, когда он нащупал. Но я его нашел, ровно час искали. Я уже даже думал, у меня руки опустились его, не искать. То есть ты... Ну ты что, ты ждал, что ты его ищешь, что ли? Да. Ты подозревал, да? Я подозревал, потому что мне люди сказали, что в любом случае кто-то должен катать. Либо два варианта были, то что они успели его снять. Но я все-таки надежды оставлял, все-таки его происходят. Собственно, как это происходит? Крепят вот такую коробочку, меньше, круглую, маленькую, большую, в интернете куча всяких разных. По коробочке видно, кстати, что она использовалась тысячу раз уже. Примерно вот так выглядят все вот эти штуки, которые отслеживают автомобили. Либо ночная кража, то есть ты припарковался во дворе, домой ушел, точно так же. Они срисовали и уехали. Вполне вероятно, что у них есть вообще какие-то отмычки или что-то еще, я не знаю, как это происходит. И просто выявить, где стоит машина ночью. То есть, Рома, тебе реально крупно повезло, что ты это обнаружил. Поэтому будьте все аккуратны. Если ваша машина не закрылась с первого раза, ну, не знаю, переставьте ее в другое место, не знаю, или перейдьте в другой магазин, проверьте, никто ли не сидит где-то рядом. У меня, кстати, у друга была такая тема года 4 назад. Больше надо, лишь 6 назад. У меня был Mitsubishi Lancer 2-х литровый, 9-й. И он говорит, когда выходил на парковке Окея, закрыл, ну, что-то не закрыл с первого раза. То есть, закрыл еще раз? Закрыл. Закрылся. Ушел, пришел, машина открыта. Машина открыта, ну, он не понял ничего, как будто забыл. И когда поехал уже, не нашел панельки магнитола. Это смех просто. Видимо, залезли, что-то не подошло. А, он закрывал всегда на штырь коробки. Автомат? Закрывал на штырь. Видимо, спугнул вот именно этот штырь. То есть, не стали возиться и забрали панельку от магнитола какой-то там Sony. Это ржать просто. У Димона. У Димона, да. Но смысл в том, если бы ее не забрали, он бы подумал просто тупо, что он просто ее не закрыл. То есть, примерно вот так это и срисовывается. Поэтому будьте вдвойне аккуратны. Просто вдвойне. А самое интересное, что мы сегодня смотрели в интернете, да, и ДТП, ЧП, три таких машины. Да, кстати, Sorento Prime очень-очень-очень популярный в угоне. И я, Роме, об этом говорил. Я знаю, да. Как бы, что это машина угоняемая. Но Рома выбрал вот этот семейный. Это даже не джип. Это универсал. Просто универсал повышенной проходимости. Машина на самом деле, смотрите. Это какая комплектация у тебя? Ну, это первая на дизеле. То есть, это на бензине. Это, считай, там нету, это средняя на бензине, то есть, первая на дизеле. Покажи, как выглядит. Смотрите, тут псевдо-лакшери, так скажем. Везде строчки, но эти строчки, они просто вылиты. Вылиты в пластике. То есть, их как таковых нет. Даже вот подушка, да? Вот, смотрите. Да? Выглядит богато, как будто. То есть, это тоже. Это не кожа. Это просто псевдо сделано. Все сделано псевдо. Кстати, в машине три недели. По факту. Три тысячи побега уже. Рома живет за городом. Тоже много мотается на дачу. У нее запотели все. Ромыч, на какой день запотели у тебя фары? Я это снимал просто на мобилку. Первый день. Первый же день запотели фары. На третий, на четвертый день я отснял, показал, да? Уже наклейки Prime нету. Отлетела, да? Собственно, потом прагматика, да? Прагматика выдавала машину. Выдала ее грязной. Выдала в какой-то там непонятной залипухе вообще. И даже не сняла перед выдачей из хрома черную пленку. Черная была она, да? Черная наклейка была. У тебя тоже видео есть, да? Да, видео есть. Тоже его приложим. Ну, а вообще, вот расскажи, нравится тебе сейчас она? Вот ты пересел с X5M, да? X5M был мой, 10-го года. 550 сил, прекрасная машина была. Я на ней ездил не очень долго. Слишком мощная. Я просто не смог ездить, да? Я ее продал Роме. У меня не ломалось вообще. У Ромы ломалось все на ней. Ну, просто все. Но я приложу видео, как Рома ездит. Я просто эксплуатировал ее очень жестко, да? Во-вторых, машина для удовольствия, да? То есть, кайф каждого дня. Но эта кайф стоит очень дорого. То есть, грубо говоря, с моими последними поездками, да? То есть, я уже накатывал в день по 200-30 километров, да? То есть, я тратил на бензин по 7 тысяч рублей каждый день. У меня последний месяц, чтобы я не собрал 153 тысячи, я заправил в месяц на этот день. Обалдеть. Но ни разу не пытались его угнать? Ни разу не пытались. Хотя я его бросал везде. Это был дом, это была Киа, это лента. Я даже не боялся за этого. Потому что он, возможно, старый или просто его не хотели украсть? Даже на номерах, вот этот сайт есть, автономера, да? Его везде фотографировали, что он во дворе. Он везде спарринг, где он может. То есть, везде. А Киа, вот буквально ей 3 недели, и ее пытаются уже украсть. То же самое происходит и с более дешевыми моделями. Это Солярис, это Киа, Рио. Корейцы вообще очень сильно крадут. Просто за ними охота прям. Поэтому будьте вдвойне аккуратны. Если кто-то возился около нее, проверьте лишний раз. И обязательно поставьте какую-то секреточку. Не полагайтесь чисто на сигнализацию, которую вам установили у дилера или где-то в другой компании. Добавьте что-то свое. Добавьте какую-то секретку. Поставьте мультилок, поставьте на коробку, на руль, какой-то штырь. Этот штырь просто поможет вам. Человек не будет ковыряться, снимать его или ломать. Он пойдет, найдет другую машину. Поэтому всем удачи. Дай бог, чтобы у вас машины не ворвали никогда. Все. Всем удачи. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»